Друзья, снова всем привет! В этом видео мы хотели вам показать, как пожарить речную форель. Рыбку мы уже порезали на куски, теперь ее посолим. Ставим в сковородку и разогреваем. Нальем масло, льем от души, не жалеем. И даем ему нагреться. Ну а сейчас займемся рыбкой. Вот таким вот образом муки ее обволакиваем с двух сторон и подготавливаем для жарки. И рыбку переносим на сковородку. Сделаем чуть тише огонь, накрываем крышкой и обжариваем до появления золотистой корочки. Периодически посматривайте. Давайте заглянем, посмотрим. Видите, уже коричневая корочка немножечко образовывается, поэтому переворачиваем кусочки и жарим с другой стороны. Давайте посмотрим, еще разочек перевернем. Сделаем так, чтобы равномерно рыбку обжаривать. То есть, раза два переворачиваем, этого вполне достаточно. После нескольких переворотов крышкой уже можно не накрывать. Почему? Потому что, чтобы образовалась корочка на рыбе, чтобы она стала красивой. Крышкой мы накрываем для того, чтобы мясо пропарилось. Посмотрите, какая смачная корочка получилась. Выкладываем первую партию рыбки и таким же образом жарим оставшиеся кусочки. А на этом все, ребята. Желаем всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Если какие-то вопросы возникают, обязательно их задавайте в комментариях. Будем рады с вами дружить и общаться. Всем до новых встреч. Пока. Ребята, ну, как всегда, в конце видео послушайте наши бла-бла-бла, так говорится. Значит, YouTube любит видосы длиной от 8 минут. Поэтому приходится что-то вам рассказывать, показывать, чтобы этот видосик натянуть на это время. Так как вначале мы делаем все по-быстрому, чтобы вас не задерживать. Это, ну, в основном, знаете, в 21 веке люди куда-то спешат, бегут. Времени ни на что не хватает. Но если у вас времени хватает сейчас посмотреть наши истории и семейные, так скажем, рассказы, то вставайтесь на канале. Значит, смотрите, какой лайфхак. Вот эту муку вы можете засыпать в пакет, правильно? Да. Вот, засыпать в пакет и просто в пакет кладете. Будешь показать сейчас, как ты это сделаешь? Давай покажем. Вы как раз увидите лайфхак. Да ничего страшного, надо что-то снимать, рассказывать. Бери, прям, ничего страшного. Это уже, как говорится, съемка за кадром. Да не в мои руки. Вот. И сейчас вам покажем лайфхак. Это быстрее делается намного. А слышишь, а как качественно делается? Вот так вот или в пакете? Без разницы. Без разницы, да? Значит, берем обыкновенный салфановый пакет. Пакет маечка, по-другому называется. Любой пакет. Да, любой, да, какой хотите. Вот. Вот пакет. Теперь сыпанем туда муки. Вот таким образом. Это вообще быстрый вариант. То есть, ну, в принципе, это недолгий вариант. Но если вы спешите куда-то... И, кстати, этот вариант такой, что вы на кухне не рассыпите муку. По одному забрасывать можно, да? Или по несколько, да? По два. Вот так вот, смотрите. Оп. Все. Закрыли пакет. И вот таким образом. Чик-чик-чик. И все, ребята. И рыба в муке. Не нужно заморачиваться. Теперь смотрим результат. Давайте сравним. Это обычно. Мы делали оболакивание обычное. А это у нас вот таким вариантом. Отличий никаких совершенно. Совершенно никаких. Просто идет экономия времени. А что ты так не делаешь? Просто мука там была. Ммм. Ясно. Все с тобой ясно. Вот. Значит, речная форель. И есть морская. Морская стоит дороже. Сколько морская стоит примерно? 900 рублей за 1 килограмм. Может больше. Может больше. Может быть и 1000. А это речная. А это 285. 285. То есть разница раза в 4. 4 раза разница. Не раза в 4, а 4 раза разница. Реально. По цене. Вот. Поэтому имейте ввиду. Это тоже. Рыба относится к красной. Или не красной? Нет. Нет. Это не красная. Была бы красная. Горбуша красная. И кстати, горбуша, ребята. Надо будет заснять видео, как жарить горбушу. Сейчас горбуша, вообще цена у него упала. Не знаю. Почему? А возможно она такая была, да? Цена всегда. Короче говоря, вот таким образом, ребята, оболакиваем рыбу побыстричку. Так, что там у нас по... О, отлично. Уже... Уже... Масло на подходе. Даже не на подходе. Так, стоп, подожди. Это сейчас мы будем снимать. Стоп, стоп, стоп. У меня ложить некуда. Ну вот сюда клади рыбу. Сейчас мы будем снимать дальше видео. Все, рыбку уложили. Теперь вторая часть съемки. Потому что нужно вам все отснять. Было в начале. Все показать и рассказать. Так, ребята. Давайте по-быстрому пройдемся. Если вы впервые на канале, то обратите внимание. У нас стоит еще вот она мультиварочка. Есть рецепты по мультиварке в отдельном плейлисте. Обязательно посмотрите. Если нет у вас мультиварки, ребята, покупайте. Заходите в плейлист. Желательно купить такой же модели, как у нас, если есть в продаже. Заходите в плейлист. И у вас вообще никаких проблем не будет. Вы будете знать, какие рецепты готовить. Мы уже все за вас приготовили. Вам только осталось все повторить. И сделать по нашему лайфхаку. Все. Незаменимая штука на кухне. Если не собираетесь покупать, не планируете. А вам нравится вареная еда. И вы, допустим, кушаете какие-то полезные... Ну, полезную еду. В общем, ПП-рецепты у вас там. Полезное питание. Ребята, мультиварка по-любому нужна. Поэтому без нее не отделайтесь. Дальше. Что у нас еще есть? У нас еще есть вот такой вот блендер. Тоже этой же фирмы. В блендере мы делаем смузи, коктейли. А также, ребята, фишка блендера в том, что мы теперь не покупаем готовый фарш. А мы любители котлет. Мы покупаем теперь кусок мяса. Во-первых, кусок мяса дороже, чем фарш. И мы самостоятельно делаем фарш при помощи блендера. Почему? Потому что мы не знаем, что в магазине намешивает фарш. Могут намешать и жир, и хрящи, и все, что хотите. Мы же не видим сам процесс приготовления. Мы получаем просто готовый продукт. Пришли деньги, заплатили и пошли готовые котлеты. И к тому же фарш еще дороже стоит, чем кусок мяса. Почему? Потому что это уже готовый продукт. Поэтому имейте в виду, покупайте, вы будете экономить, делать котлетки, а также делать какие-то полезные коктейльчики, напитки и так далее. Это не реклама этой фирмы, но просто наша рекомендация. И, ребят, мне сейчас лень доставать. Вон за холодильником красуется еще электрогриль. Тоже фирмы Redmond. По электрогрилю у нас есть рецепты, поэтому тоже обязательно смотрим. Итак, ребят, будем дожаривать рыбу. Не будем больше вас отвлекать. В принципе, такой лайфхак вам рассказали, как можно рыбу быстренько... Ну, это как панировка называется, да? Да. Как панировку сделать быстро в пакете. Надеюсь, все у вас получится. Ну, а мы дальше переходим жарить рыбеху. И будем для вас доснимать ту часть видео, которую вы посмотрели ранее. Но у нас сейчас она будет только вот сниматься. Все. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока.